Если театр начинается с вешалки, то многофункциональный центр со стойки администратора. Именно здесь посетители встречают консультанты, которые четко объяснят, как оформить ту или иную услугу. Из практики 90% пришедших в центр первоначально направляются сюда. Большой поток населения проходит в течение дня около 1000 человек. Каждому надо рассказать, куда им обратиться, с какой услугой, с каким пакетом документов. Сейчас у нас улучшены условия в МФЦ, представлены места для оформления, заполнения документов. Также увеличено приемное пространство, места ожидания. За последнее время МФЦ значительно расширился. Сейчас прием граждан ведется в двух залах. У посетителей появилась возможность в комфортных условиях и в короткие сроки получать различные услуги. Ирина и Евгения сегодня пришли оформлять временную регистрацию. Остались довольны. Главное, девушкам не пришлось стоять в очереди. Очень удобно. Пришли, взяли талоны, 30 секунд заполнили заявление и сидим и оформляем. Девушка очень приятная. Хороший специалист в своем профиле. Все подробно нам объяснила, все рассказала. С улыбочкой. Мы довольны. По принципу одного окна здесь можно получить порядка 300 государственных и муниципальных услуг. Это замена гражданского и зарубежного паспорта, регистрация ребенка, оформление детского пособия, материнского капитала, субсидии на оплату ЖКХ, социальные выплаты и другие услуги. Пришла сегодня за справку с места жительства. Удобно тем, что я пришла в одно место и могу получить и справку, и вопросы задать. Комфортные условия созданы и для маломобильных групп населения. Предусмотрены парковочные места для специального автотранспорта. Лестницы с поручнями и пандусами. На полу размещена тактильная плитка и специальные знаки для слабовидящих посетителей. Установлена даже мнемосхема со шрифтом Брайля. Также закуплено кресло-каталка для того, чтобы человеку помочь высадить машину. Я думаю, что раз в неделю к нам обращаются такие люди. У нас также стоит информационно-индукционная система, которая помогает услышать слабо-слышать людей, которые плохо разговаривают, у которых стоят слуховые аппараты. А с 1 декабря в МФЦ откроются три дополнительных окна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Все это делается, опять же, для удобства граждан. Данные бизнес-окна направлены на то, чтобы принимать услуги корпорации МСП. У нас очень много услуг в соответствии с дополнительным соглашением около семи услуг, которые пользуются спросом. Основная услуга, которая у нас самая популярная, это регистрация на портале «Бизнес-навигатор». За этот год спрос на услуги в многофункциональном центре значительно увеличился. Только за последнюю неделю здесь было оказано свыше 6 тысяч услуг. Возможно, повлияло и то, что центр начал работать ежедневно, без выходных с 8 утра до 8 часов вечера. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.